Приветствую всех дорогие друзья, в этом видео я как всегда собрал самые интересные новости железа, так что не забудьте досмотреть его до конца и прожать в поддержку палец вверх. И только с вашего позволения я начну с комедии вокруг цен на видеокарты Nvidia. Далеко не секрет что склады сейчас просто завалены видеокартами, а самая флагманская RTX 3090 Ti была мало кому нужна за 2000 долларов. Данная модель от партнеров стоила и вовсе дороже и к примеру Евго просила полтора месяца назад 2150 долларов за исполнение FTW3. Затем три недели назад Nvidia резко что то поменяла и стоимость упала до 1500 баксов. И даже за эти деньги она по ходу мало кому была нужна. И вот теперь RTX 3090 Ti продается в штатах за 1150 долларов, то есть ниже изначальной стоимости обычной 3090. Судя по всему Nvidia знатно обделалась с выходом такого флагмана, на замену которому уже очень скоро придет от RTX 4080 или 4090. Ну а распродажа Хуанга судя по всему продолжается, ведь такое резкое падение цен явно намекает на скорый выход поколения Adel of Lace. Компания Intel подтвердила, что видеокарты серии ARK демонстрируют снижение производительности в играх с DirectX 9 и 11 по сравнению с актуальными DirectX 12 и Vulkan. Проблема состоит в недостаточной оптимизации драйверов, но в краткие сроки решить ее не получится, поэтому на старых играх Intel ARK так и будет уступать продуктам AMD и Nvidia. Напомню, что в тесте Ларки самая топовая видеокарта A770 показывала 80 кадров на DirectX 12, а просто перейдя на DirectX 11 счетчик упал до 38. Корень проблемы в том, что DirectX 9 и 11 и другие устаревшие API работают не так как актуальные DirectX 12 и Vulkan. Настройка низкоуровневых параметров графики на старых интерфейсах производится на уровне драйвера и это в значительной степени разгружает разработчиков игр. А вот DirectX 12 и Vulkan перекладывают эти задачи на игровой движок, где разработчики производят все низкоуровневые оптимизации сами. Таким образом, Intel придется изрядно потрудиться для оптимизации драйверов под старые DirectX и к тому же у них намного меньше опыта, чем у конкурентов. Между тем, компания Acer представила свои ПК на базе младшей видеокарты A380, причем представила на европейском рынке. То есть A380 спустя пару месяцев официально разрешили выпустить в Европе, и это больше не эксклюзив Китая. А вот в конфигурации ПК от MSI появилось упоминание самой младшей модели A310, которую можно назвать самой большой затычкой из всех затычек на диком западе. Предположительно эта модель получит 4 или 6 XIA ядер, тогда как в A380 их 8 штук. В придачу тут должно быть только 4 гигабайта памяти и шина 64 бита, а использовать эту карточку стоит наверное только в офисных ПК. И хочу напомнить, чтобы получать еще больше новостей, не забудьте подписаться на мой телеграм канал по ссылке, которую я оставил под роликом. В свете экономического спада AMD, Intel и Nvidia сократили интенсивность набора новых кадров. Об этом рассказал немецкий ресурс Planet3DNow, журналисты которого изучили списки вакансий на сайтах крупнейших производителей и заметили, что число мест уменьшилось у всех трех. AMD в наименьшей мере сократило вакансии, и это возможно отражение позитивного квартального отчета. На такой волне успеха вполне предсказуемо, что компания активно инвестирует в собственные кадры и на прошлой неделе число открытых вакансий в AMD уменьшилось на 4 %. Nvidia сократила вакансии сильнее других, ведь с 7 мая их количество уменьшилось на 68 %, причем 18 % из них пришлось на одну только прошлую неделю. Другими словами, 4 месяца назад было 3555 мест, а сейчас их 1114. Не менее заметны и изменения кадровой политики Intel, которая впервые за десятилетия показала квартальный убыток в почти 454 млн долларов. В мае у Intel были 6092 открытые вакансии против 3439 у AMD, а сегодня разница на 168 вакансий идет даже не в пользу синих. Словенская компания EK Waterblocks анонсировала термоэлектрический водоблок EK Quantum Delta II Tec, спроектированный совместно с Intel для LGA 1700. В основу решения положен элемент Пельтье, который контактирует своей холодной стороной с процессорной крышкой. Благодаря этому на поверхности прилегающей к процессору можно достичь температуры значительно ниже температуры окружающей среды. Таким образом повышается эффективность охлаждения и обеспечивается более высокий разгонный потенциал. Такой водоблок содержит четыре Tec пластины, изготовленные из нитрида алюминия, а контроллер выполнен в виде отдельного блока, который монтируется на место 120 мм вентилятора. Поставки новинки начнутся в середине этого месяца, а ориентировочная цена составляет 530 евро. Создатель эфира Виталик Бутерин заявил, что исход майнеров на другие блокчейны ради добычи криптовалют по классическим правилам не помешает провести масштабное обновление сети. Напомню, что события Merch, с которым эфир перейдет на POS, оставит неудел миллионы майнеров, и некоторые могут мигрировать на эфир классик или создать новый форк. И вот Бутерин говорит, что появление нового форка никак не навредит самому эфиру, а большинство с кем он общался поддерживают переход на POS. И еще ожидается, что незадолго до события Merch многие криптобиржи и другие службы в качестве мер предосторожности приостановят свою работу. Разработчики говорят, что если обновление пройдет успешно, то никто ничего и не заметит, зато эфир по разным подсчетам сократит потребление энергии более чем на 99%. И пожалуй отмечу, что POS эфира намечается уже на 15 сентября, поэтому возможно очень скоро мы увидим горы видеокарт на вторичке. В свою очередь майнеры уже неплохо так залетали на эфир классик и в моменте доходность на нем вырастала. Однако до сих пор ни одна монета не сможет разместить такое количество майнеров, которое сейчас есть на эфире. В итоге могут быть как новые форки эфира, так и памп других монет, но доходность скорее всего упадет в разы и точно не на пару месяцев. Компания Apple призвала своих поставщиков при проведении отгрузок из Тайваня в Китай соблюдать нормативные таможенные требования КНР, чтобы избежать проверок и конфликтов. Такая мера вызвана обострением отношений между Пекином и Тайбэем, после того как в последней прилетела Нэнси Пелоси. Сейчас Apple напомнили своим партнёрам в регионе, что Пекин начал более тщательно следить за тем, чтобы произведённые на Тайване детали носили маркировку Тайвань, Китай или Китайский Тайбэй. Ну а тайваньские подрядчики Apple это в первую очередь компании Foxconn и Pegatron и они сейчас вовсю наращивают производственные мощности. Нам уже известно, что камнем преткновения в споре между руководством Твиттер и отказывающимся покупать Илоном Маском стало количество сомнительных учётных записей. Причём именно количество в соотношении к общей ежедневной монетизируемой аудитории социальной сети. К прошедшим выходным миллиардер счёл возможным заявить, что купит Твиттер за обещанные 44 миллиарда долларов, если руководство сможет доказать наличие не более 5% сомнительных учётных записей. И именно такое значение этого ключевого для определения доходности параметра не устраивает мятежного покупателя. Но Маск дал понять, что готов вернуться к рассмотрению сделки на прежних условиях, если представители Твиттер смогут продемонстрировать достоверный способ определения доли сомнительных учётных записей. И стоит отметить, что миллиардер тем самым ставит под сомнение данные, которые Твиттер передала американским регуляторам в рамках подготовки сделки. По мнению Илона Маска, комиссия SEC следовала бы по собственной инициативе проверить эти данные на достоверность. В итоге сейчас руководство компании настаивает на том, что значение не превышает 5%, а Илон Маск убеждён, что показатель в несколько раз выше. Спустя пять лет после выхода консоли Nintendo Switch компания Valve добавила её контроллеры к числу поддерживаемых платформой Steam. То есть теперь джайконы можно подключить к ПК через блютус и играть в игры из стима. В последней бета версии Steam как раз была добавлена поддержка контроллеров, а обновлённый клиент может работать с джайконами как по отдельности, так и в паре. Но желающим попробовать новые возможности игровой платформы придётся записаться в программу бета тестирования Steam, что делается буквально в два клика в настройках. При этом не стоит забывать, что контроллеры джайкон подключаются по блютус и для подключения к ПК нужен либо беспроводной адаптер, либо поддержка протокола на материнской плате. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на бусте, переводами на карту или через спонсорство на YouTube. До скорого, друзья!